Уважаемые коллеги, дорогие друзья, меня зовут Бузунов Роман Вячеславович. Я врач-сомнолог, специалист в области диагностики лечения храпа, апноэ сна, пессонницы и других расстройств сна. В нашем видеоблоге мы продолжаем с вами беседы о сне, о его расстройствах и возможностях их коррекции. И сегодня я хотел бы поговорить о дневном сне. Казалось бы, замечательно, если человек хочет поспать днем, он может лечь и поспать. И мы знаем, что, допустим, есть такая сиеста в жарких странах, когда, собственно, сама природа требует того, чтобы человек отдыхал днем и, находясь в тени, не попадал под палящие лучи солнца. И только к вечеру, когда жара спадает, он начинает проявлять какую-то свою активность. Дети спят днем и, в общем, достаточно известная ситуация, когда после обеда, допустим, в детском садике, в пионерском лагере, как это было еще в наши юные годы, или сейчас, допустим, в лагерях детских или каких-то они, может быть, по-другому называются, но есть тихий час. И, собственно говоря, я помню, как нас прямо заставляли спать, хотя я хочу сказать, сейчас делается более правильно. Кто хочет, может поспать, кто хочет, может просто отдохнуть, но, собственно, все равно это называется тихий час. Что касается, так скажем, тихого часа у взрослых, здесь есть и за, и против. Если дневной сон не ухудшает качество сна ночного, ну, прежде всего, засыпания, то тогда вполне можно поспать днем. Единственное, что сон этот должен быть не чрезвычайно длинный, потому что, если вы отоспитесь днем, то, соответственно, это время сна, которое вы поспали днем, нужно будет вычесть из сна ночью. Более того, если человек, допустим, днем поспал час или два, он может вообще испытывать проблемы с засыпанием вечером. То есть, конечно, нервная система активна, человек хочет каких-то действий, а время 12 часов ночи, соответственно, в этой ситуации человек не хочет заснуть, более того, что он поспал днем. Соответственно, если сон дневной нарушает ночной сон, то в этой ситуации желательно избегать дневного сна. Или, в крайнем случае, можно прилечь, отдохнуть, но это должно быть не больше 15-20 минут, чтобы за это время вы не успели хорошо выспаться и при этом начали бы испытывать проблемы, соответственно, с засыпанием вечера. Что еще важно сказать, это сон днем у пожилых. И, вернее, скажем так, те проблемы, которые связаны со сном днем у пожилых. И это связано не только с тем, что они отдыхают, допустим, после обеда, а человек пожилой, особенно если он маломобильный, если он не выходит, допустим, на улицу, то он все время находится в таком сидячем или лежачем положении. И в этой ситуации, особенно если это какая-то не очень активная, скажем, ситуация, то есть человек читает газету, смотрит телевизор, слушает радио, то очень легко задремать. И причем пожилой человек даже не понимает, что он заснул. И вот такие пересыпы иногда могут составлять 2-3 часа суммарно сна днем. А соответственно, а человек этого не понимает, у него выпадает то, что он засыпал, и он может окружающим говорить, да нет, что вы, я не сплю, я читаю газету, я смотрю телевизор. Хотя окружающие могут при этом слышать, как он мирно похрапывает, например. Но вот этот дневной сон может практически полностью разрушить ночной сон. То есть, соответственно, если мы 2-3, а то и 4 часа пожилой человек поспал днем, то, соответственно, он должен вычесть эти 4 часа из сна ночью. А человек-то думает, что он днем совсем не спал. И он хочет свои 8-9 часов ночью-то брать. Он идет в постель, пытается лечь в 12, допустим, ночи, а то и в 11 или даже в 10 вечера. У него это, естественно, не получается, потому что в течение дня он вес его продремал или то проспал. Он мучается, не может заснуть. Он, допустим, просыпается уже в 4-5 часов утра и уже тоже не может заснуть. И у человека возникает ощущение, что у него ведь тяжелая бессонница, что он больной. Но на самом деле именно то, что человек спал днем 2-3 или 4 часа, приводит к тому, что он не спит ночью. Потому что мозг такой очень саморегулирующийся орган. И, соответственно, если ему нужно спать суммарно за сутки 8 часов, то если он поспал днем 4 часа, то, соответственно, из ночного сна он не будет больше, чем 4 часа спать, как-то его не заставляй. А пожилой человек в этой ситуации думает, что он ночью спит всего 4 часа, а остальное время у него бессонница. Он начинает или сам принимать какие-то препараты, или идет к врачу и требует эти препараты. Если врач не разобрался в ситуации, что, допустим, днем человек достаточно много находится в кресле, в постели, у телевизора, и может это время просто банально проспать, он назначает препараты пациенту. И получается, что пациент и ночью начинает спать, и днем продолжает спать. И это, собственно, дополнительно ухудшает функционирование человека. То есть, соответственно, снижает его умственные способности, снижает его возможность восприятия мира, потому что снотворные транквилизаторы, антидепрессанты подавляют мышление, процесс, подавляют активность мозговую. Длительный прием препаратов приводит к так называемым псевдодеменциям, когда у человека снижаются умственные способности, когда он выглядит, соответственно, с утра таким дезориентированным, разбитым, а это продолжается действие снотворных. В течение дня он продолжает еще вести малоподвижный образ жизни и, соответственно, тоже продолжать спать. И у человека вообще нарушаются циркадные ритмы. То есть, человек ведь днем должен бодрствовать, а ночью спать. А сон, получается, расплывается на 24 часа, и человек начинает спать такими вот небольшими урывками. Причем еще добавляя значительные дозы снотворных транквилизаторов или антидепрессантов в ночное время. И это уже большая медицинская проблема лечения вот таких пациентов с серьезной зависимостью от снотворных и в то же время с разрушенным циклом сон-бодрствования. То есть, в общем, дневной сон, с одной стороны, конечно, может быть полезен, но с другой стороны, есть такое хорошее выражение, что любое лекарство можно превратить в яд. И дневной сон тоже может быть превращен в яд, если слишком часто, слишком подолгу спать днем. Я вам пожелаю всем хорошего сна. С вами был Бузунов Роман Вячеславович. Всего вам хорошего.